Спускаемся! Иду! Так, я, дети, вас в последний раз сейчас везу в школу и уезжаю на целых 10 дней. Еду в Африку. Попробую даже подняться на вершину Африки, на Килиманджаро. А вы останетесь дома с мамой, с Гучей, с Евой. Так что все, слушайте маму, за животными ухаживайте. Все, я уезжал. У меня сегодня первый урок. Мам, ты сегодня у нас заберешь? Да, на своей маленькой машинке. Окей, спасибо, пока. Ну все, я уже в самолете. Пока, Лондон, встречай меня Африка. И вот я в Африке. И меня встречает Килиманджаро Интернешнл Эйрпорт. Ну что ж, я уже в Африке. Уже поселился в отель и сейчас идем меня экипировать. Я что-то взял с собой, но остальное сейчас меня здесь будут одевать и экипировать. Перемеряем спальный мешок. Вроде размер подходит. Очень тепло. Учитывая, что на улице 30 градусов жары, у меня очень тепло. Посмотрим, как будем в горах. Восхождение на Килиманджаро готов. Укомплектовали меня по полной. И варежки, и перчатки, и лампочки, и все, что мне нужно, я взял в аренду. Кстати, если интересно, с кем я иду, я иду с компанией Alteza Travel. Они меня пригласили, и я вместе с ними завтра пойду подниматься на Килиманджаро. Неправильно говорить, покорять Килиманджаро. Надо пробовать на нее подняться. Так что сейчас мы это все упаковываем в такую крутую сумочку. И завтра утром вместе с группой идем наверх. Все, пожелайте мне удачи. Вот такие вот у меня тут соседи. Прям лазают по крышам. Сейчас, если мне повезет, мы будем кормить интересных маленьких животных. Вот таких. Вот девушка принесла бананы. Сейчас они должны спуститься, чтобы их поесть. Ужбэйби пришел. Сейчас будут его кормить. Точнее, ему уже дали бананчики. Привет, садитесь. Как дела? Хорошо. Все, мы первый день без папы? Да. Он взял маффины? Конечно. Я предлагаю вам поехать в ресторан. Выбирайте любой. Магданальдс. Окей, но можно я переоденусь? Я в школьной форме. Мы уже переоделись и приехали на ужин. Кимчиц? Папа уже летит в Африку? Папа уже, наверное, подлетает к Африке. О, класс. Кимчиц. Приятного аппетита. Приятного аппетита. У меня даже литя. Что там такое? Я люблю кимчиц. Это кимчиц. Ваши зрители пишут, что они ничего не понимают, что вы говорите на английском. Поэтому, пожалуйста, говорим на понятном языке. Я хочу говорить на английском. Наступил этот решающий момент. Сегодня мы поднимаемся наверх. Группа проходит последнее приготовление. Наш багаж здесь остается на целую неделю. И сейчас мы идем погружаться на автобус. Вот в таком прекрасном месте мы живем, тропическом. Вот кого-то, кстати, привезли. Они завтра поедут, наверное, в горы. Пойдут. Так, тут точка. Мы заправляемся водой, загружаемся. Все наши вещи поедут на крыше. У каждого есть свой баул. И плюс еще спортеры тянут с собой все палатки. Все необходимое. Кухню, продукты на неделю мы с собой несем. Только самое необходимое в таком маленьком рюкзачке. И на таком прекрасном автобусе 2 часа или больше мы поедем ко входу в парк Килиманджаро. Что нам только что сказали. На нас 16 человек туристов. Все, кстати, я не говорил, из Англии, из Америки и из Австралии. Только туристы. Ну и я вот англичанин тоже получился. На нас всех 70 человек портеров, гидов, повара, официанты. То есть все, все, все 70 человек будет служивать 16 человек туристов. Вот всех, кого мы здесь видим. Вот эти все автобусы. Вот там люди собираются. Здесь вещи загружаются. Это все наша одна большая команда. Мы приехали на финальную нашу точку, куда мы можем приехать на автобусе. Сейчас с автобусов все снимают. И дальше только ножками. Наша цель где-то там высоко за облаками. Туда мы к ней будем идти дней пять. Потом еще день-два спускаться. В общем, приключения начинаются. Мы сейчас вот в Лиманджаро National Park Танзания на высоте 3407 метров. Сюда нас завезли на автобусе, а дальше ножками, пешком вперед к своей цели. Эти ребята стронгмены. Мы идем по тропинке, а они по камням взбираются как белочки. Очень быстрые ребята. Опа! А мы помаленьку. А впереди сейчас мы будем заходить в облако. Короче, мы тут туристы еле ползем, а Портер Иван нас обгоняет еще с тяжестью на голове. Ура! Мы наконец-то доходим до лагеря. Вон он впереди. Там наш лагерь. Не прошло и двух часов, как мы до него доходим. Кстати, первый день достаточно легкий. Было два оврага. Полтора-два часа хайкинга. Сейчас идем отдыхаем, ужинаем. Шапочка на мне хорошо сидит. И готовимся к завтрашнему дню. Каждый день будет сложнее, чем предыдущий. Вот и наш лагерь. Нас встречают. Вот палатки, в которых мы жить будем. Там палатка большая, в которой мы будем обедать. Вау! Там целая столовая со стульями, со столом, даже со всеми приборами. Кстати, я не снимал. Нам только что предложили чай, кофе, печеньки, попкорн. Свеже зажаренный вот прямо здесь на склоне. И что еще? Вот моя палатка. Такая вот двухместная. Мне, кстати, когда я бронировал этот тур, мне обещали двухместную палатку, что я буду жить вдвоем. Но мне повезло, и у меня лакшери, и я буду спать один. Единственно, один момент, когда вдвоем, наверное, теплее. Так что сейчас раскладываемся. Вот мой чемоданчик. Достаем спальный мешок. Все, что нужно. Утепляемся, потому что вечером прохладнее становится. И через полчаса меня ждут на ужин. Я немного утеплился. Вечером здесь холодает очень быстро. Сейчас мы идем на ужин. У нас был уже перекус с попкорном и печеньками чаем. Сейчас ужин и отдыхать. Солнышко уже спряталось и с такими шикарными закатами мы будем отдыхать. Тут вону видно. Ужин снимать не буду, так как там много разных людей. Может, не все хотят, чтобы я их показывал. Короче, мы тут вкусно поужинали. Сидим, пьем кто кофе, кто горячий шоколад. Нет, кто чай. Кофе никто не пьет. И нам тут принесли такие вот горячие зайцы. Мы будем с ними спать. Короче, Кате, я думаю, это понравится. Кате, тебе привет. Привет. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Хорошо, хорошо. Сейчас часа чая. Какой чай ты любишь? Черный чай, пожалуйста. Черный чай. Черный чай. Черный чай, пожалуйста. Один чай. Вот это сервис. Меня будят и предлагают чаю выпить горяченького. Прям чай в постель. Красота. Вот так вот круто мне здесь отдыхается. Не успел проснуться, уже чай в постель. А кстати, спать было не так уже холодно. Я оделся даже лишнего. Пришлось ночью раздеваться. ШУМเหлам. Конечно, оберегации. Пришлось с двором. Да, началось до конца. Это такое или нет peaceful instrument. Здесь закроем телем небо, но горет时候 берет. Я стоит flames человек чтобы общена, его брюк за всем даем. Какую св sampai laten сверху,ittiele ковликов Какая сверху? Какуюшие сверху? что познакомились с командой солнышко уже высоко идем поход дальше немножко надо отлично свежая горная водичка а теперь пошли дальше не прошло и три часа как у нас есть остановка с чаем точнее были уже парочку остановок такие просто посидеть отдохнуть снять лишнюю одежду а то утром вышли сильно утеплившись сейчас нас ждет чай кофеек то что пожелает и мы прям сейчас будем заходить скоро в тучу или манджар не видно его затянуло тучами ну все сейчас попьем чайку отдохнем и двигаемся дальше сяду на пенек съем пирожок такой мягенький как они умудрились сюда принести и не помять такой мягкий бисквит обалдеть респект ребятам которые нам тут все помогают я не имею туда же вот компанию альтеза а вообще вот местным ребятам которые здесь работают смотри каких чашках термо я еще не показывал им завтрак и обеды и ужины там просто много людей может они не все хотят сниматься но кормят здесь неплохо вышли шли и наконец пришли там он девушкам вытряхивают обувь счастья тоже туда пойду мы шли от самого завтрака до обеда сейчас час десять времени то есть мы позавтракали в 7 утра где-то что 8 вышли если не раньше до часу дня мы с небольшими остановками все время шли и добрались до лагеря широ 2 широ 2 кемп вот сейчас тут высота 3850 то есть мы набрали 400 метров нас вкусно накормили было что-то наподобие баланьеза такой себе вкусный макарон спагетти с мясом с овощами было очень реально вкусно меня прям больную порцию мне наварили видят что самый большой мне надо больше всех есть после обеда дали немножко вздремнуть а потом говорят просыпайся мы идем на климатизационный выход на сегодня я думаю все нас ждет сейчас спуск оперативно в лагерь ужин ну и сон и надеюсь сегодня мне удастся поспать ну что вчера почему-то кто-то в соседней палатке громко храпел еще одно включение за сегодня на наш лагерь налетела облака вот такое вот мы прям все как молоке температура та же что и вчера но ощущается намного холоднее из-за влажности у нас сегодня дождливый день в лондоне а у папы на Кириманджуар наверное такое солнечко солнышко молодец готовы на ужин как прошел ваш день молодцы все мокры ну дождь меня спас я не делала хоккей потому что был дождь по-русски прекрасно у вас хоккей да хоккей и он очень плохой да тебе не нравится а вы также приходите со школы и бросаете вещи как макс и катя так смотрите я прислаю школы и смотри лайк 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 это на твоем личном инстаграме и так что мы будем сегодня уже ты будешь готовить нет не буду давай готовь будем ужинать я итак паэля готова можно звать детей на ужин ой какая красота это наш ужин испанская паэля надеюсь папа тоже что-то вкусное есть дети ужин готов кстати как вы уже поняли сегодня у одного из участников нашего восхождения день рождения ему испекли настоящий торт как всегда я вам этого не говорил после завтрака после чая в постель у нас каждый день два раза в день мед осмотр то есть нас про проверяют готовы ли мы продолжать идти в горы мы значит меряем уровень кислорода и пульс 90 плюс это очень хороший результат я прошел мед осмотр а кстати если кому-то что-то где-то голова болит или там не знаю живот есть куча всяких лекарств а еще мы каждый день принимаем пол таблеточки это чтобы облегчить состояние здесь в горах чтобы снизить симптомы горной болезни санки волкам наши вещи сумки уже стоят вон там сейчас разбираем рюкзаки и погнали опять наверх наша цель становится все ближе и ближе вот она рукой подать но до нее еще идти два дня или больше я уж запутался мозги немножко плохо соображают на высоте на красиво же а вау и облака опять находят посмотрите посмотрите туда меня сдувает вау это просто вау короче это надо здесь быть чтобы ощутить всю экстремальность этой поездки я не знаю ли что-то слышно но мы поднялись в высоту 4600 метров мы здесь останемся только на акклиматизационный выход то есть мы вышли получили немножко акклиматизацию и спускаемся вниз в лагерь полетели вместе такой ветер сдувает просто с ног а мы не сдаемся мы не сдаемся идем дальше вот это лаба тауэр с другой стороны мы только что там через ущелье прошли спустились вниз через мостик это был наш подъем последний подъем на сегодня сейчас спускаемся в лагерь у нас будет заслуженный обед и заслуженный отдых пока что это был самый сложный день мы прошли практически 10 километров набор высоты 850 метров еще где-то час до лагеря кстати один из главных лекарств для акклиматизации это много пить воды часто но много думал на сегодня уже все но не могу вам не показать вот такую вот красоту возле ручейков и речек всяких здесь на килиманджаро растет интересное растение со сложным названием я его не запомнил но очень красивая но растет только здесь на склонах килиманджаро и высота это вот такое огромное мы это сделали высота здесь 3 900 если кто внимательно смотрел за цифрами мы проснулись на высоте 3 500 поднялись на 4 600 и опять спустились вниз это все часть акклиматизации чтобы восход ждения на вершину было легче посмотрите в каком месте мы проснулись это просто вал я не знаю ли видно это на камере но это просто обалденно и круто вон там если посмотреть люди уже поднимаются это называется баранка вол мы сейчас чистим зубы завтракаем идем туда же с добрым утром переходим в брод речечку сейчас будем подниматься по стене баранка баранка вол так называемая так главное сейчас уронить камеру есть речку перешел сейчас мы спускаемся вон туда вниз где-то вон туда вниз и потом поднимаемся аж 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 наверх этой стены с одной стороны вот такие вот скалы нависают над тобой с другой стороны заросли таких красивых растений а мы поднимаемся наверх вот этой стены высота 500 метров манки ставим обезьяне поднимаемся не красота ли это ну что ж мы это сделали мы поднялись на вершину этой стены называется баранка вол все сегодня выше уже не пойдем сегодня спускаемся только вниз уже в лагерь но вниз идти это тоже непросто погода опять изменилась пришлось одевать дождевики мы немножко даже намокли но не промокли шли-шли-шли и пришли к остановке на кофе на чай и ну и посмотрите на это даже цветочки на столе стоят а макс тут тренируется играть вам что-то покажу мы готовим челлендж папа нас сегодня нету папа где-то наш в горах на вулкане а мы сейчас будем снимать челлендж где дети вдвоем будет съедобный челлендж готова вкусно поесть отлично ждем катя ты ждешь катю и папу я тут уже все приготовила у меня допекается последняя вкуснятинка и будем пробовать вкусные продукты на 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 не прошло и 20 минут как спустилась катя на съемку ура ты готов мы сейчас будем смотреть где находится наш папа нам папа оставил qr-код сейчас мы как-то должны сидела найти тут 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 уже высоко да смотри я не вижу где папа вот сколько ему осталось пишет а он вот так близко к вот папа вот как этот камушек тут держится а посмотрите палочки это не арматура это туда просто туристы палочки понапихали а на самом деле он мне кажется в любой момент может соскользнуть кстати мы почти пришли нашла гривон на той стороне холма нам надо всего-навсего спуститься вниз и подняться вверх я пришел в очередной лагерь называется каранга лагерь высота 3995 метров после обеда даже нас немножко подмочила пришлось одевать всякие дождевики если те полностью весь мокрый но не насквозь потому что хорошо экипировался пол третьего надо как-то не заснуть а то если выспаться до ночи что потом ночью делать а тут особо ничего не поделаешь интернета здесь нет кстати лагере большие здесь не только наш лагерь здесь короче все 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 кто идут на килиманджаро вот сейчас останавливаются здесь что ж сегодня начинается большой день мы проснулись на высоте 4000 сейчас поднимаемся в лагерь штурмовой лагерь на высоте 4 600 и оттуда ночью пойдем не скажу покорять пойдем подниматься на вершину килиманджаро и называют это руфов африка то есть крыша африки мы добрались до базового лагеря с этого лагеря сегодня ночью мы стартуем на вершину лагерь огромный так как здесь уже очень высоко здесь идет снег здесь не просто дождь а идет снег пьем чаек отдыхаем сушимся переодеваемся отдыхаем и ночью в 11 часов ночи выходим наверх мне кажется ли это немножко несправедливо мы сюда шли всю дорогу лил дождь мы промокли посмотрите на что похоже моя палатка здесь шохнут одни штаны здесь старые здесь всякие другие вещи короче все мокрые мой рюкзак промокший хотя у него есть сверху накрывашка но все равно все вот эти крепления все лямки все мокрые посмотрите на улицу что сейчас творится идеальная погода вот так но мы трудности не боимся сегодня самый сложный день кстати сейчас мы идем обедать после обеда ложимся спать потом 10 часов если у кому-то удастся поспать в 10 часов мы идем на ранний завтрак 10 часов вечера и потом идем на штурм вершины так что оставайтесь не переключайтесь ну что ж наступила ночь штурма мы вышли на штурм вершины пол двенадцатого ночи что мы видим сзади только полосочку огоньков вот так вот мы будем идти до рассвета с пол двенадцатого ночи до пока дойдем на часах 3 часа ночи высота 5170 метров мы продолжаем наш путь уже здесь под ногами знаменитая снега килиманджаро про которых писал еще химингуэй мы утепляемся как можем пока все год у меня еще даже в запасе есть пуховик в рюкзаке так что если будет холодно я могу утеплиться посмотрите африканский снега кто такое видел тот кто поднимался на килиманджаро 5300 метров нас поят горячим чаем прикиньте дали с собой в дорогу еще сникерсы всякие но горячий чай на высоте это что-то 6 утра скоро рассвет не знаю когда он тут высота 5600 нам осталось меньше 300 метров мы держимся полны энергии это так круто мы решили поиграть пока мы ждем папу он кстати приедет завтра утром мы его сделаем сюрприз сделаем крэпкейт если это можно было сказать да 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 и кати сейчас бузула потому что она проиграла она меня должна 750 футов научите кто-то этих детей по-русски отвечать 275 пожалуйста все папа мы тебя завтра утром ждем и продолжаем игру похоже макс сегодня выигрывает еще 110 это кстати мои деньги макс 110 а я играю наступил рассвет мы в африке не подумайте что мы куда-то телепортировались в горы в альпы мы в африке и мы все идем подниматься на вершину африки на килиманджаро много и все мы идем это только наша группа таких групп очень много кстати очень жалко встречать иногда есть люди которые не смогли их возвращаются короче почти добрался считаю внимательно маунт килиманджаро то есть гора килиманджаро поздравляю поздравляю ты на стелла поинт 5756 метров это уже в принципе почти победа и осталось подняться всего на всяких то там сто тридцать метров вот все радуются что добрались наконец-то короткий отдых небольшой чуть-чуть и финальный рывок на пику хуру и вау а это ледники килиманджаро надеюсь вам видно я вам уже всяких видов показывал но это ледники африки вот такой вот шикарный вид в африке не только крокодилы что там еще бегемоты но еще и ледники ну что мы сделали это я надеюсь мне слышно хорошо короче я посвящаю свое вхождение своей семье моей любимой жене моим детям макс катя я вас всех очень люблю и жду не дождусь пока вас всех обниму еще хотел сказать миру нир за мир во всем мире а тем ребятам которые не ребятам как бы правителям которые начинают в войны идите вы в африку поднимитесь вы лучше на килиманджаро а не воюйте чужими руками все всем пока ставьте лайки коменты можете не писать и также хочу поблагодарить компанию альтеза тревел за такую возможность предоставленную подняться сюда вместе с их командой на вершину африки они сделали за большую работу да без них у меня бы ничего не получилось спасибо вам если вы хотите реально рекомендую классные ребята